доброго времени суток друзья предлагаю вам необычный для этого канала формат в стиле реалити я на некий такой резиновый бюстгальтер а-ля подтяжки а-ля портопе для регистратора напялил gopro которая имеет один большой минус действительно продолжаем расширение жизненного пространства это у нас уже крылечко тут обозначилась я вот уж буду утеплять со всех сторон так что домик будет чуть чуть побольше чем он был уже вагончиком его не обзавешь вот так как я испытываю угрызение совести по поводу длительного отсутствия контента на канале искренне я я выкину туда сегодня вот это свою видюшку с того как я начинаю утро каждый день без выходных отпусков и праздничных дней привет капуста и многие сетуют подписчики мы ждем тюремных историй а ты нам своих свиней с курями показываешь но я не исключаю не обещаю но не исключаю что сегодня я вам в процессе работы историю таки расскажу для этого мне нужно прийти соответствующую соответствующее расположение духа которое можно обозначить как вдохновение сейчас я пока только проснулся такая большая куча навоза и куча всяческих разных неотложных подчеркиваю дел потому что я могу не выкладывать ролики и месяц и два ничего не изменится но не накормить животных я не могу не подавить корову я тоже не могу поэтому я буду скорее всего вот такой картинкой с говно картинкой рассказывать вам различные истории свой бэкграунд можно по-разному к ним относиться меня удивляет все время тот факт что людям нравится это слушать то что если бы не youtube канал который давал мне возможность на улучшение расширения качества жизни на улучшение для себя и для скотинки то навряд ли я бы стал бы все это рассказывать за исключением может быть каких-нибудь там застольных периодов когда выпиваешь с друзьями может быть что подобное вылилось бы что прям в эфир я очень долго не мог прийти к пониманию нужно ли вообще это делать мне как человеку стремящемуся жизни святой можно сказать каждый день начинающего все сначала пытающегося положить начало спасению и покаянию но никак не могущему все это сделать нужно ли мне ковыряться в ошибках прошлых лет условия что я ну как бы не особо вам может показаться связи с частой периодичностью вот этих всяких историй из из бэкграунда негативного что может быть я скучаю по тем временам ведь я только ушел а мне там добавки пожалуйста дима не отвлекайся я виллу протерял но шушу отойди чуть-чуть убирай ноги зачем ты насерывала когда папа только что убрался ты ждала этого момента что посмотреть на ее пучий глаз на этот пучий глаз обратите внимание люди добрые челку у нее похоже на шапочку как у папы римского вот а а А если она совсем отощает, то у нее начнется китос. Китос очень неприятный. Молячка у коров. Ну-ка всем замолчать. Кто тут орет? А? А? Я не мама, я папа. Сейчас приду. Не орите. Так, с чего бы начать? С чего бы начать? Начнем с сена. Пишите, как вам такой формат. Я не собираюсь, конечно, дублировать ежедневно. Из-за чего я сейчас погрузил вас в дебри сельской жизни. Это не для того, чтобы вы оценили мой героический труд. На самом деле, то, что я сейчас делаю, я от этого получаю удовольствие. То есть, для меня это кайф. И 8 лет по нарастающей, кстати, прибавляется обязанностей. То есть, было 3 козы, потом их стало 43. Был один теленок. Теперь 3 коровы и один теленок. Еще двое на подходе. То есть, по факту, работы здесь примерно на час. Мне вместе со всеми доениями, кормлениями неспешно. Но это вся печалька в том, что видео с этой камеры даже не очень в большой частоте. Сейчас я выставил на 30 Гц и 1080 чего-то там. Ну, то есть, это как бы стандартная видушка. Там не 4К, не 6К и не 8. А тут 8 нету, по-моему, 5,3, что ли, максимальное разрешение. Ну, даже в формате АЭТО. Может, из-за того, что у нас интернет тут медленный. Я не знаю. Но оно выгрыжается. Последнее видюшко вот на Робинзон я с этого же регистратора, можно сказать, выкладывал. На часов 8 она грузилась. Я устал жить без телефона за это время. Поэтому, если здесь все получится, то мой подарок виртуальный ждет вас, скорее всего, в ночь. Субботы на воскресенье. И, пожалуйста, любители литературного жанра в моем исполнении, не сет уйти на то, почему я вам покажу тут животных. Просто дело в том, что у невесты идет времени у меня совсем свободного. И это только весна продолжается пока еще. Стойбищный берилл. У коровших моих. А так, если мне надо будет их с утра привязывать, днем надо будет вопрос с водопоем. С боением. Эх, Кузьма. Как говорят, в нашей деревне. Так, все надали. Говно убрали. Следующий акт марлезанского балета. Доим корову. Мы уже опоздали на 40 минут с доением. А корова – это животное, которое любит доение пунктуальное. Так что дальнейшую мою гениальную речь в литературном жанре будут прерывать брездащие, звенящие струи молока, которое мы сейчас, как бы парадоксально это не звучало, в полном объеме отдаем свиньям. Сами мы не пьем молоко, потому что пост идет, да мы вообще коровье молоко редко когда пьем. Пьем в основном козье, а из коровьего делаем всяческие разные молочные продукты. Ну вот это один из микроскопических аргументов для сторонников различных не наших религиозных течений. Что вот надо животинку пожалеть, мясо не есть, молоко не пить, яйца тоже не есть. Это же зародыши, где вообще они из жопы вылезли эти яйца. Как можно с... Но тем не менее, углубляюсь в традиционные наши корни, если посмотреть, как жили наши предки. Корова – это всегда была кормилица, а Россия – это всегда была большая деревня. Без коровы наше государство не существовало бы. И мы, конечно же, ее никогда не обожествляли, хотя всегда любили. Это наша любимая буреночка, с которой мы дружим, любим ее. Ну, батюшка меня тут поправил, в стриме не любим, а милуем, блажен, блажен и скоти милующие. Ну вот. Сейчас я вам чуть-чуть камеру подправлю на сиськи, а то, может, вы там что-нибудь не то видите. Сейчас попадает наш российский исканий календарь православный круглогодичным циклом традиционного образа жизни и насилия. Вот сейчас коровы телятся, козы козятся, овцы, ягнятся, свиньи порощаться и 50-дневный пост. Пока мамки выкармливают своих детей, люди воздерживаются как от мяса, потому что колотят некого. все после беременности истощены и все детей кормят. Так, собственно говоря, и от молока воздерживаются, потому что кормить надо детей. по поводу своих... не то, что многие, а почти все, кто поет мне дифирамбы о моем литературном творчестве на просторах Ютуба подчеркивают мою насчитанность. Ну, братцы, ну, честное слово, я вообще не читаю. И это занятие мне не дано. Мне даже там кто-то написал какое у меня расстройство лично врожденное. Но я бы его характеризовал одним словом, это рассеянность. То есть, читая текст, у меня пропадает внимание, и я его прочитываю автоматически, может быть, оно где-нибудь на подкорке, как у Леонова, там, в фильме «Большая перемена» откладывается, и этого я не знаю точно. Мистер Джонс, ваша карта бита, температура воды в Прибалтике 19 градусов. Примерно так я книги читаю. Даже если я буду заставлять себя нудить, как говорится, заставить в них смысл, я все равно буду все время отвлекаться, и это занятие не принесет никакой пользы. Мне сложно очень было до этого учиться, я никогда не делал домашние задания по этой причине, нигде и никогда. Но по гуманитарным предметам учился достаточно сносно, потому что все запоминаю на слух. Если учитель что-то рассказывает, я могу и разговаривать, с кем-то я все равно это запомню, о чем он говорил. Точно так же я в фоновом режиме слышу, там о чем говорят по радио, или какая-нибудь если это интернет-площадка какая-то там вещает через колонку или через динамик телефона. Если мне это интересно, я обязательно туда автоматически кидаю ухо. это мое рефлекторное дарование было развито 18 годами камерной жизни. Какие-то вещи я в своих роликах упускаю, но есть такая хрень, когда ты даже во сне слышишь то, что происходит на коридоре, на продоле так называемой. То есть ты все время находишься в состоянии звукозапись по разным причинам. На автомате это уже происходит. Ну и много всяких разных дополнительных рефлексов, как у собаки Павлова выработалось. Вот, например, молоко в лагерях дают только диетчикам. А диетчики это туберкулезники с третьим клубоучетом. То есть не заразные на сегодняшний день, которые содержатся вместе со всеми остальными. Если в отряде 100 человек там 4 диетчика и пьют молоко, сидят в столовой, пускай даже разбавленные там кипяченые порошковые, то это всегда повод для зависти. Вот вам и мотивация, чтобы корову здесь не было. Так, что там мы записываем сиденье, записываемся. Экранчик внутренний у меня на этой GoPro погас, моргает лампочка, свидетельствующая. Настройки я поставил минимальные, 30, по-моему, или 25 частота. и сейчас иду, малиночка вечериночка моя. Так, у меня проблемы наступили. Почему вот одна из причин весомых вот отвлекаться в летний период, весенне-летний, как угодно, на блогерство. Я не говорю о том, чтобы что-то там готовить контент, улучшать качество, там, что-нибудь его ротировать. То есть, надо прямо вот буквально жить этим блогерством. Оно, конечно, не в разы оно больше приносит денег и творческих различных удовлетворений, чем сидеть, вот говно кидать тут, но оно, конечно, губительно для меня как большое количество денег, так и их халявное приобретение. Эта вещь для меня лично она губительная. Потому что я уже многократно это все проходил и знаю, чем закончится. Мне обязательно надо трудиться. Я должен в 7 утра понимать, что я опаздываю на дойку, что там мучается моя любимая корова стоит с полными сиськами. И тогда я буду с радостью бежать на работу, которая мне ничего вообще не приносит. Вот я сейчас это молоко отдам поросятам. А поросята тоже так себе у меня. Одна маленькая девка растет. Парень уже взрослый, его надо бы кастрировать и съесть, но я не могу. Мишустик, я его покупал для кабанюши Нюши. Нюша сдохла зимой, она больная вся была какая-то, которую мы в лесу поймали. И теперь у меня свиноводство все затормозилось. Но даже в том формате, в котором оно существовало, оно не было никогда для мяса. Я всегда старался как-то... мне просто доставляет удовольствие само животноводство как отрасль жизнедеятельности на селе. так, что у нас тут с ведрами? Вот так. Да бегу, любовь моя, биби моя, бегу. поэтому занимаясь блогерской деятельностью, зачастую отвлекаешься от того, что необходимо делать. Я вот, например, подупустил козочек своих. мне с ними одни расстроятся. В прошлом году они все начали кашлять. Я всякие разные способы лечения перепробовал. Вирус это никуда не ушел. Он ушел в хроническую форму у многих. Давай, овцы, выходим. Телята там. Телята. Ну, куда ты пошла? Куда ты пошла? Давай, заходи обратно. Давай, давай, давай. Так, ты что там стал, баран? Вот так, молодец. Мы с тобой кушаем. Вот ведра твои. Сейчас я вам направлю на эту девку. И вот так каждый день. Все-таки приходится думать и на свете тоже. Короче, у козы у меня появилась какая-то новая болезнь. Мало внимания уделяю. У одной козы появился какой-то прыщ. типа гнойника фурумку на вымене. Она доится, не даёт. В том, видимо, внутри раздавился, появилось уплотнение. Потом у другой козы появилось точно такое же уплотнение в вымене. Она вообще перестала молоко давать. Для меня это расстройство, потому что я упустил какую-то болячку. Сейчас мне надо ехать в город. В городе надо купить антибиотики, витамины и начать прокалывать курс. Причём гнойники надо разрезать, надо сделать новокалиновую блокаду и провести такую микрооперацию. аналогичными вещами я занимаюсь весь период своей бытности здесь, опыт есть. Денег только нету, потому что это сейчас не в формате побережничества звучит, а просто на карту на Наташину переводить больше ничего нельзя. Я выложил озон-карту, но люди почему-то не любят вводить много цифр, хотя она привязана к телефону и можно через систему быстрых платежей на этот озон перевести по телефону. Но как-то у нас так, что монополист Сбер прихватизировал себе все человеческие ресурсы, особенно это касается, если в городе люди ещё более-менее к этому лояльно могут отнестись, потому что больше опыта в IT-технологиях, то где-нибудь в сельской местности или в уездных городах объяснять каждому подписчику, как перевести на озонбанк не получится, да и никто и не хочет переводить. Привет. Мне не надо об меня вытираться. Каждый день мама стирает мне новые штаны. И всё это из-за вас. Поэтому пока висит озон, если кто-нибудь захочет задонатить слишком сильно, то сможет это сделать. Ну, как бы это неактуальная тема для поддержания штанов. Надо делать Сбербанк именно, потому что это приложение есть у всех сейчас, даже в деревнях. И надо делать на третье лицо, которое никакого отношения. Люди задают вопросы по кредитам, почему не платите, ну, видимо, там и налоговики пишут там, или приставят. Наталья взяла второй кредит непосильный по своей пенсии. Взяла она её на окончание университета дочери. Любовь, она всегда у матери к дочери жертвенная. Убирай морду свою, я забираю молоко, забираю. На, допивай чуть-чуть, всё. Ну, что-то она там ей купила, ноутбук, платье, я не знаю, что именно. Что-то она и сюда в хозяйстве прикупила, то есть она не приехала сюда жить с пустыми руками, но все эти покупки, ай, да что ж ты такая Одесса, а? Все эти покупки были обусловлены именно тем, что она вот уезжает, оставляет свою небольшую однокомнатную квартиру детям, пытается их материнскими заботами оградить от нужды в том числе, ну и вот набрала кредитов. Не так уж и много. Второй кредит вот этот, который частично уже погашен донатами, составляет 285 тысяч. Конечно, здесь заниматься сейчас списыванием этого кредита не представляется возможным, потому что так, куда ты лезешь, куда, вот опять все-таки меня измазало. Потому что просто тупо нет времени, ну и банально звучит, ну и денег тоже нет, для того, для того, чтобы решать какие-то свои финансовые проблемы, надо ехать в Москву по месту жительства. Это два-три дня вычеркнутые из жизни, для того, чтобы посидеть где-нибудь в МФЦ, и тебе там послали нахуй. Ну иди, иди, иди молочко пьёди. Не пойдешь, все, двери закрываются. Я закрываю, смотри, этот пьёт. Вот тебе сюда нельзя, Кулема, уйдя сюда. Ну давай, вылезай. Да не ты, ты не дешь туда, или нет. Так, давай, допиваем молоко маленины и отваливаем отсюда. Вот, проливать его не надо. Будешь допивать? Нет? шик-шик-шик-шик-шик. Ну и как вот тут возможно рассказывать какие бы то ни было истории? Скажите мне, пожалуйста. Потому что ум все время сосредоточен на каком-либо действии. Хотя я все-таки попробую это сделать. Может быть чуть попозже. Сейчас я какие-то основные свои виды деятельности закончу. Сейчас у нас на очереди идет между делом свинюшек покормить и потом буду доить козочек. Но это долго. Там надо каждому ребенку в бутылочку налить, каждого покормить. поэтому чтобы не ждать выгрузки трехсуточной своего ролика я наверное все-таки сейчас пока на этом закончу не получилось. Я попробовал я так же как и вы для меня это новинка попробовал повещать. Ну и что вот вы сюда все приперлись когда здесь дверь закрыта. Ну-ка давай брысь с огорода все раскопали тут среди диску мамину. Петюля забирай нахрен свой гарем отсюда. Куда ты поскочила большая крокодила зеленая была. Адвокаты пошли брысь отсюда заразу Петя уводи свою гвардию по-хорошему пока я куриный бульонный супчик кнор не приготовил. Я иду за большой палкой. Давай кукареку скажи. Петь какие ты песни знаешь? Петень Петя Петечка Ладно потом их выгоним. В общем вот получилось как получилось я понял что историю рассказывать я не смогу пока что. Всем привет подписывайтесь на Робинзона там как раз вот что что-то в этом духе будет. Скоро начнем варить сыр. Мы пока еще не достроили пристройку подключили даже сыроварню все это ждет нас в перспективе кому интересно приходите не достроили. Спасибо за субтитры